Особое мнение на 101FM Потому что еще много всего интересного Но все-таки я должна вас спросить Пришел новый человек в наш регион Это плохо или хорошо? А время покажет Тема-то будет актуальна еще долгое-долгое время Какое долгое, я надеюсь, определят жители Кировской области Я имею в виду выборы, да? Которые, наверное, состоятся в сентябре Наверное, мы по возникам Безусловно, да Назначение временно исполняющего обязанности губернатора Это событие для региона Многие с этим связывают новые надежды Может быть, старые, нереализованные надежды Потому что Вот я вчера был в Котельническом районе, например Там есть вопросы, которые они адресовали уже не одному губернатору Эти губернаторы уже сменились А вопросы все так же не решены Поэтому, конечно же, назначение временно исполняющего обязанности губернатора Это некий посыл, да? Вернуться к старым вопросам, к старым проблемам Попытаться их для начала озвучить Надеяться на их решение Ну, а дальше посмотрим Все зависит от как раз конкретного человека Насколько он готов, способен решать проблемы, которые, может быть, считаются неразрешимыми Вот по поводу, кстати, проблем я вспомнила просто Первое, что я сделал Соколов у нас здесь Одно из первых, это создал телеграм-канал Причем с открытыми комментариями И вот буквально в первые два дня Два поста и под ними комментарии И если посмотреть, какое количество проблем там Писали люди, ну это реально страшно И ведь это, получается, как раз все те проблемы С которыми обращались к прошлому губернатору Далеко не все эти проблемы То есть проблем там еще много не описано Поэтому тренд на открытость Это, на самом деле, с одной стороны, хорошо Но важно не подменять вот телеграм-каналом живое общение Потому что мы понимаем, что электронные средства коммуникации Они предполагают, ну и наличие, например, ботов И вот если человеку хочется сформировать мнение Что он вот такой молодец, его все хвалят Ну, он нагонит этих самых ботов Ему будут там писать хвалебные комментарии Говорить, какой он молодец Но это оторвет его от реальности Вот я надеюсь, что Александр Владимирович Соколов этим заниматься не будет Да, и если уже завел телеграм-канал То действительно будут там звучать реальные проблемы А что важнее, будет реакция на вот эти голоса о проблемах Ну, как следствие, решение этих самых проблем Ну, по крайней мере, должны приниматься какие-то действия Да, то есть вот увидели, что там Где-нибудь нет воды, например, да Надо реагировать Надо реагировать не так, что я слышу ваши проблемы и все Надо заниматься тем, чтобы, ну, профильный министр, наверное, например Выехал в населенный пункт, где нет воды Разобрался в ситуации и в кратчайший срок проблему решил Ну, или, естественно, там, министра не хватит, если на все случаи с отсутствием воды К сожалению, да, министра не хватит на то, чтобы все случаи с отсутствием воды реагировать лично По крайней мере, люди в министерстве занимались этими проблемами и решали Один из примеров Вот по поводу хватит или не хватит, да Ну, получается, столько человек обращалось к губернатору Васильеву И все эти проблемы теперь перекочевали к Соколову При Васильеве их решить почему-то не могли, тем более оперативно Много таких проблем, безусловно Так, почему вы считаете, что Соколову удастся это вот так вот по счету? Я не считаю, я об этом не говорил Я говорю лишь о том, что... Ну, говорите, что должен это делать Да и Васильев должен был, да Но человек же поменялся Вот как раз я говорю о надеждах, да Сейчас у людей, у жителей Кировской области такая надежда, что, может быть, изменится вот как раз вот этот подход Не просто будем констатировать проблемы, а будем переходить к их решению Потому что у нас есть проблемы, мы и так знаем Нам не надо кого-то извне присылать, чтобы этот человек тут разобрался в наших проблемах и нам их рассказал Нам надо, чтобы этот человек разобрался в наших проблемах и помог их решить, если уж к нам его прислали И вот начал говорить про районы, да Например, жителям Налинска очень хочется, чтобы у них проблема отсутствия здания школы, ну, то есть проблема отсутствия школы решилась Хотя им обещали, что это будет самая классная в регионе школа. И надеемся, что она уже таки будет построена. Не просто будет обещано, что она будет самая новая, самая классная. Это вот, опять же, один из примеров. И их выдумывать-то даже не надо. Все проблемы, которые в Кировской области были, ну хорошо, не все, многие проблемы, которые были, они до сих пор звучат. И это вот как раз печально. И надеюсь, что через пять лет мы с вами так вот не соберемся, и не вздохнем тяжело, и не скажем. Ну да, было хорошо, но что-то опять ничего не решилось. Вот этого бы очень не хотелось людям. Я, еще раз говорю, очень много общаюсь и по Кировской области езжу. Общаюсь с людьми, с жителями простыми. Вот как раз этого они и просят, чтобы их услышали. Телеграм-канал, наверное, неплохо. Но, еще раз говорю, важно, чтобы им не ограничился в Рио. А вот по поводу живых встреч, да? Вот опять же, смотрю, и там многие наши телеграм-каналы, ну не то чтобы обвинять начинают, но подкалывать-то точно. Показывая встречи Соколова и встречи Васильева пять лет назад с теми же людьми в тех же местах, как будто бы прямо по сценарию. Ну, допустим, космоцентр, который Соколов посетил на пятый день своей работы в регионе, а Васильев на седьмой. Вот это вот все сейчас не повторится? И почему оно повторяется? Почему повторяется? На самом деле в Кирове не так много мест, которые можно посетить, ну, так скажем, с какой-то вот гордостью. Вот смотрите, у нас вот такое есть, а больше ни у кого нет, да? И вот тот же космоцентр, это довольно уникальная история. Дважды герой Советского Союза Виктора Петровича, иных космонавтов, да, как вот почетные жители Кировской области. Тоже не у каждого региона есть вот такой заслуженный человек, с которым можно встретиться, опять же, там, гордиться, да, что такие люди есть в Кировской области. Поэтому здесь ничего удивительного не вижу. А вот, например, посещение на учреждение здравоохранения, больницы, да, ну, это диктует сама жизнь. Есть ли в здравоохранении вопросы, которые беспокоят людей? Есть, безусловно. Да, и люди, наверное, обращались в числе прочего, вот в тех там 400 с лишним обращениях, люди наверняка в том числе обозначали проблемы с здравоохранением. Человек отреагировал, поехал. Идет Соколов по лучшим учреждениям региона, а не в какую-нибудь Уржомскую ЦРБ, где там, не знаю, все отвалилось. Вот это, к сожалению, негативная история. Ну, и пока, наверное, там, в этом не стоит обвинять временно исполняющего обязанности губернатора. Это скорее вопрос к людям, которые готовят эти встречи, да. И может быть, ну, это, опять же, может какой-то тренд показать. Ну, зачем сразу показывать, там, но новому человеку, где в доме, там, бежит крыша, когда вроде бы есть отремонтированный подъезд, да. Если пять лет пройдет, это самая главная проблема. Вот тут много раз говорил, что когда приезжает к нам федеральный чиновник, да, там, ну, условно, полпред, его везут как раз в больнице, где все хорошо, на здоровье, свозите, покажите, какое мы оборудование крутое купили. Но свозите при этом в проблемные места. И как раз и скажите, вот, смотрите, дали нам денег. Вот мы сразу же их эффективно использовали, поставили такое оборудование. Вот у нас тут уже специалист подготовлен, вот у нас помещение отремонтировано. Мы молодцы. Но вместе с тем у нас есть проблемные учреждения здравоохранения, в которых мы точно так же эффективно, на которые мы израсходуем деньги, если вы нам их дадите. Поэтому не сомневайтесь, бюджетные деньги будут здесь использованы эффективно. Смотрите, вот пример, но есть и проблемы. Вот в таком ключе я понимаю подход показать и красивое, да, и красивое, а не только красивое. Но если мы забываем о том, что есть вот те самые, не обязательно, кстати, учреждения здравоохранения, у нас много что надо и отремонтировать, и там деньги довложить, и где-то зарплаты поднять. То есть это все ведь есть. Понятно, что человек приехал там неделю назад, да, мы сейчас ему говорим, вот виноват во всем, что пять лет у нас тут не делалось. Так ведь тоже быть не должно. Но стремление разобраться уже позитивно и одинаково. Я оптимист просто по жизни, и мне хочется верить, что вот будет по благополучному сценарию все развиваться. Печально будет, если нет. Но тем не менее, наверняка или будут, или есть сейчас какие-то закрытые совещания. Все мы любим какие-то жареные новости, факты, да, просто о чем-то хорошем слушать как-то скучно и неинтересно. А вот когда вот что-то жареное, и там, не знаю, скандалы, интриги, расследования, это да, это нам подавай. Наверное, сейчас это не выпячивает. Просто, вот знаете, что было позитивное, когда губернатором у нас был Белых, так то, что он пытался самим жителям Кировской области привить еще больший патриотизм, большую любовь по отношению к своему региону. И желание что-то делать. Да, вот это неотъемлемая часть. А когда ты, например, стремишься привить такой патриотизм, да, или там, чтобы люди вспомнили о любви к родному региону, ну, наверное, не совсем правильно говорить только о проблемах или не совсем правильно начинать с проблем, да. Поэтому здесь тоже плохого пока ничего не вижу. Ключевой еще раз момент. Если не ограничиться в Рио тем, что будет смотреть только позитивное и не замечать плохого. То, что будут показывать, да. Потому что вот реально иногда складывается впечатление, что те, кто наверху, они вообще не очень-то понимают, ну, насколько внизу-то все плохо. И до них это не доходит. Я сама писала, честно говоря, несколько раз обращение там на имя самого губернатора по поводу одной из дороги в районах области. Я уверена, что губернатор об этой проблеме так и не узнал. А я получила отписки каждый раз. Но вот здесь тоже можно говорить, что бояре плохие, а царь хороший, да, как вот у нас есть такая поговорка. Не согласен с этим по одной простой причине. Бояре-то у нас, они не откуда-то с неба нам даны, да. Их назначает вот как раз тот самый царь, если аналогии проводить, да. То есть губернатор назначает тех чиновников, которые и обеспечивают доведение до него, то есть самой информацией, которую мы с вами ему направляем. И если вот этот канал коммуникаций не работает, не надо говорить, что чиновники плохие, тут что-то не доработали, а просто губернатор не знает. Значит, опирайся на тех, кто будет тебе объективную картину доводить. В противном случае, да, будешь жить в каких-то розовых облаках витать и думать, что ой, как здорово, у нас тут все в Кировской области классно. А по факту будут проблемы, будут какие-то недовольные, не то что проявления граждан, а будут митинги, протесты. Зачем это надо? Надо с людьми общаться. Это как раз, смотри, к тому, с чего мы начали. Живое общение ничем не заменить. Если просто говорить, вот телеграм-канал, это форма общения с людьми, через комментарии настроения людей не понять. Надо к ним выходить. Надо проехать по этой дороге однажды просто. Да, проехать даже не однажды. Однажды проехать по ней по плохой, дать поручение ее отремонтировать, а второй раз проехать по ней по хорошей и убедиться, что она хорошая. Или проехать по ней по плохой второй раз и понять, что те люди, которым ты дал поручение, не работают. Ну вот, это, между прочим, механизм такой понятный абсолютно всем. Начали уже говорить о тех там прошедших, да, пяти годах. Не знаю, конечно. Всегда, всегда о тех, кто уходит, говорят почему-то плохо. Но очень мало тех, о ком говорят хорошо. И вот о том же Игоре Васильеве сейчас, ну, говорят не очень лестно. И все, кто, почти все, кто в эту студию приходит и в других местах, в основном говорят, что нам и вспомнить-то его будет нечем. Ну, на самом деле, будет чем вспомнить. Я бы вот, опять же, абсолютно справедливое суждение, когда человек ушел, да, если ты ему не говорил о каких-то просчетах, о его упущениях, в момент его руководства, не надо это делать и сейчас. Вот сейчас, конечно, все будут умные и говорить, а вот мы же говорили, а давайте тогда вспомним. А вы это говорили в момент, когда Игорь Васильев был губернатором. Вот я, например, могу сказать, что там проблему отсутствия мест в детских садах и школах я обозначал весь период губернаторства Васильева. То есть я могу сейчас смело сказать, что здесь с одной стороны много что сделано, но с другой стороны мы все еще догоняем. То есть там детские сады, когда родители вышли и говорят, у нас вот там дети, которые в три года должны были попасть в детский сад, не могут попасть и в четыре. Они вот вроде как построены, и сейчас острая там необходимость строить дополнительные детские сады спала. Но уже тогда те же самые родители, и ваш покорный слуга, мы говорили, надо сейчас, чтобы не догонять, озаботиться строительством школ. И тогда этот вопрос не был решен. Но сейчас мы вроде как строим школы, но догоняем. Вот в настоящий момент очень сложно ребенка отправить в школу. Это проблема. Ну как строим тоже, кстати, вот проблема, о которой можно будет поговорить. Не знаю, может быть, когда время останется, ну когда по четвертому разу конкурсы объявляются, а школу-то никто не строит, не хочет строить. Ну здесь вот как раз, Мария, история про все-таки особые времена, так скажу. То есть когда подорожало все и резко, а 44-й федеральный закон, который предполагает порядок закупок, проведение закупок, никто не отменял. То есть есть проектно-сметная документация, в которой примерно рассчитана стоимость объекта. И опять же 44-й определяет, что с этой максимальной стоимостью ты можешь зайти на аукцион. А буквально там месяц назад это все было актуально, а сейчас уже нет. А смету пересчитывать долго. А смету пересчитывать и долго, и дорого. Вот на самом деле одно дело, когда сметой занимается область, и областной бюджет позволяет, например, провести перерасчет, изменить параметры в смете. Другое дело, когда это надо делать муниципалитетам. Опять же, одно дело, когда можно применить просто коэффициент повышающий, и смета остается актуальной. Другое дело, когда приходится переделывать весь проект. И, соответственно, смету внутри проекта пересчитывать тоже. Это совершенно разные вещи. Порой муниципалитет, потратив 1 миллион рублей на смету, вернее, на проект, в котором есть смета, получив ее неактуальную, пересчитав, снова потратив условные 500 тысяч рублей, сталкивается с тем, что невозможно так бюджетно эти деньги тратить. Нет их так много в муниципалитетах, чтобы бесконечно пересчитывать сметы. Это проблема, которую надо решать даже не на региональном уровне. Ее можно начать решать и на региональном, просто полномочий нет. Вот об этом речь. Надо решать ее на федеральном уровне. И вот одно, кстати, из ожиданий от нового временно исполняющего обязанности губернатора это достаточный вес в федерации, на уровне федерального центра для того, чтобы приводить сюда инвестиции. Помните, когда только появилась идея, которая была реализована о разделении полномочий между губернатором и председателем правительства? Как это нам преподносилось? То есть губернатор это, ну, вот такой представитель области. Будет ездить в Москву и что-то там просить. Который в Москве должен выбить для нас деньги, которые, собственно говоря, председатель правительства эффективно должен израсходовать. Ну, так вот, если очень обобщенно, если упрощать. Ну, вот, кстати, это единственный плюс, который приписывает Васильеву, что он все-таки деньги-то эти привозил. Да, вот как раз, если уж и критикуем, надо видеть и хорошее. Васильев деньги действительно в регион заводил. И если уж говорить про детские сады, есть регионы, в которых тоже была проблема, есть регионы, в которые также давали деньги, но деньги эти израсходовать они не смогли. Да, и условия этого федерации очень жесткие. Если вы в текущем году не смогли освоить, плохое слово, но тем не менее, освоить эти денежные средства, они у вас списываются. Оттуда появляются и долгострои, потому что у субъектов часто нет денег достроить то, что они начали без федеральных денег. Оттуда появляются, опять же, обострения тех проблем, которые изначально были. Ну, то есть, вот, по крайней мере, в этой части, по крайней мере, по детским садам, школам, и, кстати, больница, есть заслуги. И, ну, там, лукавство будет, если только критиковать. Здесь тоже есть, ну, на что посмотреть в Кировской области, да. И вместе с тем, опять же, да, там, ремонтируя фасад больницы, надо понимать, что в этой больнице кто-то будет работать, чтобы человек пришел в красивое новое здание больницы, понимал, что там узкий специалист его ждет. Вот эта проблема, кстати, тоже актуальна для многих других субъектов. В Кировской области сохраняется. И я вот сейчас все время делаю поправку на то, что и в других регионах, да, хотелось бы избежать вот этой поправки. У нас есть наша Кировская область, в которой мы живем. И сравнивать нам, во-первых, с Москвой, знаете, там, в таком разрезе, что, ну, что вы хотите, это же Москва, там, совсем другие деньги. Или, ну, а что вы хотите в других регионах, тоже так. Мы вот от этого тоже устали. Нам бы, конечно, хотелось на Кировской области сосредоточиться и слышать, а лучше видеть положительные изменения здесь и сейчас, и, ну, может быть, не сейчас, но там, завтра, да, но в нашей родной Кировской области, а не где-то в другой. Поэтому вот эти сноски на то, что там, ну, где-то еще хуже или там, где лучше, у них совсем другие бюджеты, не, устали уже от этого. А вот к школам еще хочу вернуться. По поводу стоимости строительства. Ну, действительно, вот я посмотрела, четвертый раз по некоторым школам объявили конкурс, ну, вот в тех же чистых прудах. Стоимость при этом начальная никак не изменилась. Она 900 с небольшим тысяч рублей. Ну, за эти же деньги строили школы и год, и два, и три назад. И, насколько мы знаем, в чистых прудах нашелся строитель, который вроде как готов за эту школу взяться. Она картонной будет? Или есть какие-то варианты, чтобы денег-то добавить на это строительство? А вот здесь, ну, во-первых, есть варианты, чтобы добавить. Надо понимать, есть ли источник, откуда добавлять. То есть есть обходы этого закона? Обходов глобальных нет. Но вот сейчас, опять же, правительство Российской Федерации, понимая, что условия изменились, да, делает допуски и разрешает увеличивать расходные обязательства заказчика, да, там, где-то 10, где-то 15 процентов. Уже в рамках заключенных договоров или после того, как сейчас торги проходят. Случаи, если, естественно, существенно изменились условия контракта. То есть подорожало там, не знаю, там, металл подорожал, да, ну, пожалуйста, можно изменить, можно увеличить стоимость. При этом стоит здесь вот по строительству школ как раз вернуться к такому больному для Кирова, в первую очередь для Кирова вопросу, в комплексное развитие территории. Идея, на самом деле, очень крутая, и мне лично импонирует. Когда застройщик, возводя новый микрорайон, должен учитывать, что ему нужно поработать и над социальной инфраструктурой. Если объем вводимого жилья позволяет, в идеале застройщик сам должен построить школу, детский сад, а лучше не один, больницу, ну, там еще звучит пожарное депо, пункт полиции и вот это все, ну, хотя бы там, давайте, школа, детский сад, поликлиника, если микрорайон большой. В любом случае это откуда-то должно появляться. В любом случае в бюджете денег на это, ну, часто нет, да. И, там, озадачивать застройщика вот этим правильно. Ну, по крайней мере, в какой-то части. То есть, ну, не посильно построить целую школу, и понимаем, что экономика не бьется. Ну, давайте, там, половина объекта с застройщика. И вот сейчас, когда находится застройщик, который в микрорайоне готов строить школу, например, за 900 миллионов, при ее стоимости, например, миллион двести, это как раз история вот про это. Это твой микрорайон. В случае, если там появится школа, квартиры в своем микрорайоне будут продаваться, потому что они плохо продаются, когда ребенка некуда отвезти ни в школу, ни в детский сад, и в поликлинику надо добираться, бог знает за сколько. То есть, это абсолютно логичная история. На мой взгляд, нелогично требовать от застройщика то, что изначально с него не потребовали при строительстве микрорайона. Почему сейчас конфликтная ситуация, да, с тем же, например, Кировспецмонтажом. А вы стройте, да. И говорят, так мы рассчитывали стоимость квадратного метра, и вообще рассчитывали там свою как-то там прибыльность, неприбыльность, исходя из вот тех условий, которые у нас были. Сейчас, когда вы нам говорите построить еще и школу, условия меняются. Ну тогда давайте как-то на перспективу смотреть. Может быть, мы там расширим микрорайон или еще что-то. То есть, власть здесь не должна говорить, а вы нам должны, и все. Это приводит к тупику. То есть, можно так говорить. Но тогда мы получим четвертый, пятый несостоявшийся конкурс, да. И к чему это приведет? В итоге школа построена не будет, в итоге деньги мы должны будем вернуть в Федерацию. Это выход? Безусловно, не выход. Вместе с тем, повторюсь еще раз, комплексное развитие территории, идея правильная. Но она, и тут еще один момент. Она должна быть, эти правила игры в рамках КРТ, должны быть едиными для всех. И не должно быть так, что один из застройщиков прямо вот такой неудачник, и должен строить все за свои средства. А второй такой счастливчик, и ему почему-то в его микрорайоне школу подстроило государство. И коммуникации подвело, и дорогу построило, и в перспективе поликлинику, и все, что хочешь. А у нас, к сожалению, такое бывает. Естественно, застройщики говорят, слушайте, ну вот, я вот почему-то должен строить все сам, причем даже вне рамках того, что мы с вами изначально обсуждали, о чем договаривались, а вот другой почему-то не должен. Ну, у нас сейчас там по северу города интересная история разыгрывается. По шубе Наганина, да, если называть вещи своими именами, там как раз вот почему-то история вот такая, что повезло. Ну, у нас пока нет на это времени, мы чуть попозже, если у нас оно останется, обсудим. А я хочу все же вернуться к новому главе и, возможно, новой команде. Когда в понедельник было у нас интервью с Алексеем Кузьминым, и он прям заявляет, что надо Соколову менять команду, полностью практически ее менять, вот на ваш взгляд, произойдет это? Насколько сильными будут изменения? У кого есть шанс остаться? Я, опять же, оптимист, да, поэтому я считаю, что, вернее, не считаю, надеюсь, что произойдет, как оптимист, потому что во многих отраслях оно действительно не дотягивает уровень специалистов, причем на уровне даже министерств. Если честно, я бы вообще по структуре правительства пробежался, посмотрел внимательно, ну, наверняка Александр Ильич Соколов это сделает. У нас есть, например, министерство вообще всего-всего. Это министерство строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, которое до кучи еще и отвечает частично за мусор, его сортировку, переработку, утилизацию. То есть, ну, вот, на самом деле, самое проблемное большое министерство, я не знаю, там, будучи министром, ну, вот, я не знаю, как Селезнев справляется, вообще спит ли он когда-то, но надо, безусловно, разделять, потому что какой бы ни был талантливый человек, который возглавляет это министерство, он все равно за всем не уследит. И, там, стройку отделять от ЖХ, безусловно, надо. То есть, не только людей менять, но и структуру. Конечно, по структуре надо обязательно посмотреть. И, опять же, даже уж какие-то там рядовые вопросы в части, ну, так сказать, внутреннего устройства, тоже нужно ими заниматься. Очень странно, там, управление, как оно там, информационное управление, да, кажется, оно находится вообще в отрыве от министерства внутренней политики. На мой взгляд, абсолютно неправильная история. Нужно соединять два ведомства, и уж если что-то в Кировской области происходит, то тогда министерство внутренней политики должно это все освещать. В противном случае мы будем получать вот эти перекосы с тем, что вот по одним и тем же лекалам у нас предыдущий губернатор первые дни своего пребывания в Кировской области проводил, и новый точно так же ездит по тем же местам, встречается с теми же людьми. Слава богу, не с теми же физически, да, то есть мы на фотографиях видим ни одних и тех же людей, это уже хотя бы хорошо. Но это, естественно, не тот вопрос, который там существенно повлияет на жизнь людей, но таких вопросов Томасов уже обозначил вопрос с ЖКХ строительства, разделения министерства. В противном случае мы вводу-то во многих малых населенных пунктах Кировской области, в которых ее сейчас нет, не дождемся. И я думаю, что и на это новый временный исполняющий обратит внимание. По кадровому составу могу сказать, что есть в правительстве люди, которые занимались, занимались тем, что им поручено, а в итоге, кроме проблем-то, в этом направлении ничего и нет. А можете высказать по фамилии, кого точно стоит убрать, кого точно стоит оставить, например? Ну, вот я считаю, что мы недостаточно продвинулись в вопросах утилизации мусора, ну, как есть, да, и, соответственно, с Минэкологией надо обязательно спросить, обязательно вот с тех людей, которые в Минэкологии этим занимаются, тоже спросить, потому что вопросы невывозки мусора до сих пор для Кировской области актуальны. И если вы не можете куприт поставить на место, да, заставить его делать то, что он должен делать, то, ну, нужно за это ответить. Может быть, даже должностью. Вот, ну, то направление, которое есть. В МинДЖКХ тоже нужно поразбираться, опять же, все ли сделано для того, чтобы в 21 веке люди без воды не сидели в Кировской области. И в домах разваливающихся. И в домах разваливающихся. Безусловно. То есть, опять же, повторюсь, здесь может быть даже вот по Минстроительству, МинДЖКХ, не столько вопрос кадровый персонально, потому что Селезнев, ну, действительно работает, сколько по структуре надо посмотреть, потому что невозможно тащить это одному человеку. А ставить кого стоит? Это вопрос к временно исполняющему, кого он видит, да, но точно не формировать команду из приезжих, вот что я могу сказать, да. Кстати, у нас очень многие министры до сих пор ходят с приставкой исполняющей обязанности. Вот, например, там, исполняющие обязанности министра имущества Кировской области, исполняющие обязанности министра лесного хозяйства Кировской области, вы уже доверьте людям. Ну, заодно и дайте им ответственность полную, да. А почему не из приезжих, Владимир? Вот Бутина встречалась с Соколовым, они решили, что по всей стране будут лучших искать. Я, Мария, сказал, не только из приезжих, то есть, если кто-то нужен, прям самородка какого-то видит, временно исполняющий, да, на территории России матушки, готов его уговорить приехать сюда работать за министерскую зарплату, кстати, в масштабах страны не очень-то и большую, милости просим. Сможет ли уговорить? Да, это ключевой вопрос. Но собирать всех тех, давай мы его сюда привезем, нам такого не надо. У нас в Кировской области достаточно талантливых управленцев. Достаточно. А где их на предприятиях искать? Да вы знаете, вот есть такой в России конкурс, например, лидеры России, да, и сейчас вот если посмотреть, то многие выпускники и победители, вернее, этого конкурса занимают руководящие должности в стране, да, или их куда-то в регионы отправляют, или на предприятия крупные государственные, руководить. Почему бы в Кировской области не объявить такой масштабный конкурс и не посмотреть среди тех, кто традиционно, ну вот как-то, знаете, обделен возможностью кадрового вырасти. Вот у нас даже в соседнем здании, в здании правительства работает очень-очень много людей начальниками отдела, может быть, даже заместителями начальников отделов. Дайте им шанс. Опять же, посмотрите широко. дайте им возможность высказать без оглядки на руководителя мнение о том, как обстоят дела в их ведомстве, и чтобы, по их мнению, можно было изменить. Может быть, там такие таланты сидят, что нам вообще никто не нужен. После этого наделите их полномочиями, да, ну, может быть, там поступательно, конечно, не сразу, наверное, человек должен стать министром Кировской области, например, да. дайте фронт работы, обозначьте сроки, проконтролируйте, ну, и, естественно, не забываем об ответственности. Человек справился, пусть растет. Не надо нам, опять же, искать где-то извне. Человек приедет, пока обустроится, а вдруг, даже вот чисто бытовой какой-то момент, да, одно дело переезжать в место, где все относительно, там, благополучно с точки зрения быта, другое дело переезжать в Кировскую область, где еще над этим стоит только поработать, да, а если еще и там какое-то противодействие в руках, ну, человек опустил руки, и мы снова время потеряли. То есть, пока приехал, пока освоился, зачем это надо? Вот местный человек, он все знает, он, его не надо удивлять какими-то нашими проблемами. И показывать сначала хорошее, а потом уже когда-то... Конечно, да, и, ну, главные критерии, вот знаете, у чиновников есть такая отрицательная черта, они очень долго и упорно могут объяснять, почему это нельзя сделать. Вот такие люди руководить, я думаю, не должны. На рекламу мы сходим и вернемся через минутку. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. В гостях у нас депутат Законодательного собрания Кировской области Владимир Костин. Владимир, ну, последний вопрос давайте уже по всем этим переменам. А на городском уровне, как думаете, стоит их ждать? Есть поводы для этого? Мария, вот в плане поводов, я думаю, сейчас многие жители, жители Кирова поперхнулись с чаем, который пили, например, сейчас, да, и времени не хватит. Не надо поводы искать. Они вот просто вышел на улицу и тут повод, там повод. А задача тем, чтобы сменить городское руководство. Ну, вот как раз, если уж заниматься, да, там, кадровыми изменениями, то, наверное, стоит начать с городского руководства. Понятно, что формально губернатор там не назначает главу администрации города Кирова, но все понимают, что это будет как раз по решению губернатора. Конечно, надо. Другое дело, вот здесь тоже понимаю, может быть, отсутствие сейчас каких-то кадровых изменений, понимаю, потому что, если хочешь поменять, надо понимать, на кого поменять, да, то есть вот сейчас, если не сформировалось еще представление, кто может заменить того или иного чиновника, не надо ломать то, что хотя бы вот как-то есть, да, пускай плохенько работает, но, по крайней мере, есть человек, уволили главу администрации, вообще все встало, или поставили человека еще хуже, кому это надо, то есть надо сейчас определиться, на кого менять, поэтому не стоит, наверное, торопить сейчас в рио губернатора, надо понять, есть ли у него план для начала, да, может быть, как раз, и я надеюсь на это, он обратит внимание на мнение тех людей, которые здесь живут, да, обратит внимание на тех, кто способен был бы возглавить там то или иное министерство, может быть, муниципалитет и так далее, поэтому ждем, конечно, кадровых изменений в городе, но правда стоит перечислять те сложности, нет, у нас времени мало осталось, а вот смотрите, встречался он с Савиных, да, встречался он с Бутиной, а с депутатами областными то он встретился? Может быть, с кем-то и встретился, но, насколько я знаю, с представителями, ну, как минимум, трех фракций в рио губернатора не встречался, если говорить о фракционности, с председателем Заксобрания встречался, эта встреча в любом случае состоится в каком формате, непонятно, крайний срок это пленарка Заксобрания, то есть в любом случае временно исполняющая обязанности на нее придет, будет ли это диалог, тоже посмотрим. У нас, конечно же, есть вопросы, в том числе те, которые сейчас вы адресуете мне, мне бы хотелось понять, и по кадровой политике, какой ориентир у губернатора, и по программе развития региона, и будет ли у нас меняться стратегия, принятая, принятая стратегия развития Кировской области, если будет меняться, будет ли губернатор опираться на нее, потому что вот у нас стратегия сейчас есть, а как бы всем на нее по большому счету наплевать, все эти показатели, которые в госпрограммах прописаны, они исполняются лишь только потому, что меняются постановления правительства в декабре, которые меняют целевые показатели, то есть если вы хотели условно говоря, построить пять детских садов, а построили три, вы все равно выполните показатели, потому что вы в конце года просто в планах своих как бы изменить пять на три, и все будет у вас на сто процентов исполнено, если такой подход будет снова к реализации госпрограмм, то, ну и господи, не стоит ничего хорошего-то и ждать. Не надо бояться, опять же, ни критики, не надо бояться ошибиться, то есть вот самое печальное, наверное, что есть, это когда в Москву подают отсюда хвалебные отчеты, у нас все отлично, у нас все зарплаты по нормативу, у нас места для всех везде есть, и так далее, и тому подобное. Не надо бояться, вот особенно сейчас, когда он только пришел, когда он может, по-честному сказать, не боясь получить по голове, да, да, у нас вот здесь, вот здесь, вот здесь плохо, вот это мы можем закрыть силами собственного бюджета, вот это не сможем, поэтому очень надеемся, чтобы не возникало социальное напряжение, что, уважаемая федерация, вы нам поможете, вот никогда такого шанса не будет. Дальше, конечно же, буду думать, ага, я вот тут уже год, если выборы пройдут успешно для Соколова. Я тут уже год, а почему-то ничего не приросло, а давай мы напишем какой-то отчет, что вроде бы не так все и плохо, ну то есть всегда будет соблазно, хотя вот этого тоже надо избегать. Вот по поводу выборов вы заговорили, давайте об этом. Сергей Миронов вчера высказал идею о переносе единого дня голосования на март. Ну, во-первых, такой поворот, он плох или хорош и для Соколова, и для его конкурентов. Да, и ряд федеральных телеграм-каналов об этом писала, и вроде бы как сегодня на заседании Госдумы может быть рассмотрен этот вопрос, но на самом деле не в первый раз уже отмена выборов или перенос выборов обсуждают и как мысли закидывают в обсуждение. Кстати, можно я перебьюсь, да, вот по поводу того, что инициативу эту предложил Миронов. Вот оппозиции-то она чем выгодна? Почему от Миронова эти слова? Ну, конечно, объясняется все там спецоперации, нужны на нее деньги, но, извините, мы не знаем, а что будет через полгода? Может быть, с деньгами-то будет все еще хуже? Очень странно, когда демократические принципы виды изменяются или отменяются в угоду экономии денег. Вот для меня лично. Я всегда стою на том, что выборы нужны. И, опять же, всех, в том числе избирателей, убеждаю, что выборы нужны. И не ходите на выборы. Почему от Миронова эта инициатива исходит? Да я не знаю, почему от Миронова исходит. Иногда Сергей Михайлович закидывает какие-то такие штуки. Но здесь есть какая-то реальная И Миронов все-таки не Жириновский. Вот если Жириновский бы сказал, то мы бы понимали, что, наверное, вопрос уже урегулирован, и мы должны этого ждать, потому что с точки зрения прогнозов Владимир Вольфович куда чаще был прав, чем Сергей Михайлович. наверное, были. Ну, не прогнозы, но мнение высказал. Знания. Да, но вот по Миронову не знаю, чем он руководствовался. Посмотрим. Может быть, как раз обладал информацией. И, наверное, сегодняшний день покажет, справедливо ли это суждение. Обладать информацией и договориться заранее. Тоже разная вещь. Ну, вот в плане, опять же, договориться. Хорошо. Договорились. На год выборы перенесли. На полгода. Вроде бы о марте говорят. На самом деле говорят о годе. Насколько я слышал. Да. И это странно с точки зрения, опять же, действующего законодательства. Вроде такого механизма-то и нет. На основании чего мы будем переносить выборы. Есть четкий порядок, да, предполагающий перенос выборов. Это чрезвычайное или военное положение. И перенос выборов предусмотрен на полгода. Ни того, ни другого нет. И, опять же, это не год. То есть, мы что тогда законы должны сейчас поправить. 72 миллиона рублей надо потратить на организацию выборов губернатора Кировской области. То есть, вам этот перенос кажется скорее нереальным? Я не понимаю, как он юридически должен быть оформлен. Раз. Во-вторых, если, ну там, вообще говорили про отмену выборов, а как тогда формировать парламенты? То есть, ну, по принципу, вот, кто сколько в прошлый раз набрал, тот столько и получает сейчас. Или что, или, не знаю, ФОМС провел изучение мнения, опросив людей по телефону и на основании этого там партии получили какие-то голоса, а с одномандатниками как быть? Ну, то есть, это... Нет, ну почему-то сидели до марта и там выбрались. А если, например, избиратели уже устали от тех, кто сидел до сентября и еще и будет сидеть до марта? Слушайте, мы так много от чего устали и нас почему-то об этом не спрашивают. Отменяем выборы? Мария, ну если так сильно устали... Не, понятно, что те, кто на выборы не ходит традиционно, да, они могут сказать, да зачем они нужны, и так все понятно, давайте денег сэкономим. Ну, тогда давайте совсем упраздним процедуру выборов, упраздним парламенты и, ну и там, вот совсем вот так вот далеко пойдем. Это же не выход. Мы же в демократической стране живем. И более того, вот подобные переносы, ну, не, так сказать, не укрепляют доверие людей к власти. Да, когда они от этой власти оторваны, здесь хоть как-то они могут, там, верят они в это, не верят, но я вот твердо убежден, что люди действительно могут, если захотят, избрать себе ту власть, которую вот захотят. Пришли на выборы хотя бы две трети, и никто там ничего не сфальсифицирует, все пройдет так, как люди решат. Но у нас, к сожалению, даже такой явки нет. Двух третей на выборы у нас не ходит. В общем, переносы, это вам кажется, не совсем реальным, потому что, ну, просто юридически это сложно. Мне кажется, это, во-первых, неправильно, а во-вторых, ну, можно сделать все, что угодно и поправить, опять же, любой закон, под него, вернее, его прописать под необходимость, но я считаю, что это неправильно. Ну, если мы все-таки предположим, что день этот голосование перенесут, ну, допустим, на март, да, или, как вы говорите, на год, вот это для Соколова хорошо или плохо, вот ему, вот эти вот четыре месяца сейчас оставшиеся, или год. С точки зрения, так сказать, политических технологий все зависит от конкретного человека. Я не знаю, что вот конкретно для Соколова лучше. Есть люди, которым много времени нельзя давать, потому что он за это время точно себя проявит в негативном свете и избирать его будет тяжелее. А есть люди, которые долго раскачиваются, но потом крайне быстро и эффективно едут. Есть еще процесс привыкания людей. Вот здесь как раз я бы смотрел на новизну. Вот как раз есть сейчас в обществе запрос на обновление и многие устали как раз от действующих лиц и им хочется чего-то нового или кого-то нового видеть во главе. Вот эффект новизны сейчас, безусловно, есть. Если, может быть, там выборы будут перенесены на март, эффект пропадет, а другого ничего, например, меры не появилось и соответственно тогда минус. Пока сложно судить, мы мало знаем временно исполняющего обязанности губернатора Соколова. Все мы. Как думаете, какие-то конкуренты найдутся достойные? Если будут выборы, конкуренты точно найдутся. А вот насколько они будут достойны, решит избиратель. Пока сложно говорить. Вы, кстати, не собираетесь конкурентами? Я не могу сейчас об этом говорить, потому что нет лишь решения моего, есть еще и решения все тех же избирателей и партии, например. Партия, во-первых, выдвигает, во-вторых, не забываем про муниципальный фильтр, который, если уж говорить о демократических процедурах, безусловно, надо отменять. У нас всего две минуты осталось. Давайте поговорим еще о том, о чем вы не можете говорить. Мы накануне с вами обсуждали темы. 27 мая съезд ЛДПР в Москве, и вот вы мне тоже сказали, что поговорить-то мы можем, но я вам ничего не скажу. А что вы имели в виду, Владимир, что вы мне не скажете? Вы не скажете мнение своего, мнение Кировского рекотделения об этом? Естественно, речь о выборах председателя ЛДПР. Естественно, все спрашивают, кто же, кто же будет. А не могу я вам ответить на этот вопрос, потому что съезд решает. У нас как раз выборные процедуры. Я могу сказать, что будет там Иванов, Петров или Сидоров, а я на самом деле в лучшем случае буду обладать одним голосом, как представитель партии на съезде. И то, это должна решить конференция наша. Я ли буду представителем Кировской области, который будет мнение партийцев озвучивать на съезде. Поэтому это все гадание на кофейной гуще. Мы на самом деле пока не видим проявлений от кандидатов, которые бы сказали, я вот претендую на то, чтобы быть лидером партии. Безусловно, для себя сформировали отношения к партийцам. Все достойные, но кто-то, например, более достойный быть писателем. Вы у себя должны принять решение, я правильно понимаю? И тот, кто поедет, он... Это съезд. На съезд отправляются делегаты от регионов, от региональных отделений. делегаты избираются на конференциях. То есть, это вот полноценный процесс выборов. И мы надеемся, что... И конкретного решения здесь в Кирове у вас пока нет. Сейчас нет. Ну, и решения нет. И ни в Кирове, ни в Москве пока этого решения нет. Ну, в Москве его решили. Андрей, вы приму 27-го. Вам нужно с чем-то ехать в Москву. Ну, безусловно, с чем-то поедем. Но, знаете, можно сейчас сказать, давайте вот еще раз там абстрактного Иванова поддержим. Абстрактный Иванов возьмет и не выставит свою кандидатуру. И как бы... И что? То есть, здесь региональное отделение в целом выбирает человека, который от регионального отделения уполномочен принять решение по голосованию за кандидатурой. То есть, вот мы тебе доверяем. Отдай голос за максимально достойного будущего представителя ЛДП. Закончилось у нас время. Владимир, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня. Доброго дня. Всем слушаю. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok